всем привет распаковочки нынче появляются очень часто и собственно темп придется немножечко снизить поэтому я постараюсь растянуть данный выпуск поскольку от меня в распаковок не видите ну как минимум месяца полтора два я думаю вот я опустошился в принципе склад и из новых релизов сильно много интересного мне не предвидится все предзаказики выйдут позже тоже поэтому я думаю что начнем мы сейчас с омника панишера сегодня будет аутентичная распаковочка как видите с пластиком постараемся сделать в один дубль и так это панишер гард эниса для тех кто не знает есть два панишер гард эниса есть панишер marvel nights так называемый да под импринтом который немножко мутировал от изначальной задумки есть панишер макс названы конечно же честь меня надо думать вот шучу ну ладно шучу плохо простите снимаем вечером опять черепушки как на прошлых репринтах я помню были такие же вроде бы интересное оформление давайте посмотрим что у нас переплетом потому что к марвелу к сожалению последнюю очередь точнее первую очередь последнее время вопрос именно качество уже предъявляется всякий случай давайте фэншин и и откроем и посмотрим для тех кто не читал комикс спальнишер макс если не ошибаюсь был сам первым в этой линейке максовской могу путаться уже не помню вот это комикс который как бы сам себе своей собственной вселенной он делается на более серьезных таких немножко нуарных местами даже на мой взгляд чах нежели марвел сна и спанишер где именно трешак и веселье посмотрим да вроде нормально все с крышком плотненький бумага кстати как у обычных омниках последних вроде бы все хорошо давайте теперь сначала посмотрим по управлению что-то нас творится прикольно кстати сделали по аркам первым томе то есть прямо вот трейдами по идее как они идут ну трейдами историями до сих пор помню что-то на из самых любимых майкут это вот кичин айриш почему-то вот борн с этим не очень нравится я небольшой фанат военных комиксов я читал неплохие вот и конкретно эти они тоже неплохие но не знаю я как-то после основного раны и читал наоборот задним числом и может быть в этом дело но мне отбор не очень понравился остальные истории конечно в основном здесь все хороши в целом барракуда вроде бы появляется втором томе если я не путаю здесь его не будет вот вы знаете панишер к этому сложно что-то сказать без спойлеров но в целом это такой брутальный не могу сказать бескомпромиссный миска вами скорее панишер marvel nice такой безумный и местами тупой ну нарочито тупой да они не в плане что глупо написан вот здесь же в этом панишере гард принципе дело совершенно другую работу он подходит ко всему более серьезно местами тоже есть такие ротеск на сцены если есть одна сцена по-моему это во втором тоже то им будет уже сейчас не вспомню извините читал лет наверно 8 назад или 9 вот есть сцена где он похищает там сына или племянника домой за мафиози и предварительно почитав кучу книжек библиотеки наматывает ему кишки на дерево но при этом как бы он остается живым для допроса то есть такие здесь изыски есть эстетические поэтому ну эксплицит контент описан справедливости ради комикс прикольный я изначально думал что не буду брать но вспомни сколько здесь славных вещей есть наверное не знаю было бы глупым с моей стороны взять амниус коллекцию поэтому благо это всего лишь будет двухтомник и 50 баксов на истоки в неделе выхода это замечательно считаю такие вещи далее у нас в лаврин goes to hell самый главный батхерт да у нас димой да я думаю что половина интернета нету циферки как вот на первом умники volume 1 это как вот очень тупое решение то есть да это как бы другая работа продолжение идейные но можно сказать другой комикс целом но мне такой подход крайне непонятен мы даже точнее не мы а дима нашел кастомные обложки у точнее pdf у кастомных обложек исходник у одного коллекционера на фейсбуке мы думаем попробовать как-нибудь после лета наверное как бы свободно денежку сам само собой главное время сделать кастомные обложки непосредственно вот на пани жирский пиро чертёмник точнее на оба чтобы они были одинаковы вот такой эксперимент сделаем посмотрим заднюю обложку для начала ну не знаю странный выбор это наверное нормально главное что спереди джа или это же как бы куда деваться куда деваться к слову мне вот на истоке до через склад ехали омники видите вот например у варенга устах л помят уголок это такой бампа почему даже трещинка белым очень неприятно но уже наверное в целом пофигу если честно вам не показалось закрыл тоже спорный момент собрал картинки ну да ладно что выбрали то выбрали что сказать про этот комикс ну блин не знаю я собираю много комиксов про леди икс сейчас даже думаю часть прорядить плане что оставить только лучше потому что таки две полки это много и они уже начинают потихоньку так ассимилировать третью полку marvel что как бы очень дохрена на самом деле и современный современных слов я практически не покупаю по той причине что исчитанному но я почти все читаю современно уже давно начало нулевых по большей степени я читаю и принципе хороший комикс про леди икс очень мало начиная с бэндиса вот как бы его анкони более-менее условный условно неплохой хороший да как бы с оговорками именно анкони часть что было после него на мой взгляд как посредственно и мало интересное хотя вот x-men red x-men gold принципе час более чем читабельные они хотя бы посвежее все эти там тревел истории уже надоевших бен дислайк истории теперь называю вот и кстати да отвечу на ваш вопрос многие меня спрашивают и живую и не вживую дали мир сфит написал стойных людей то есть посредственных и очень скучных далее то самый мир который какие-то пор стал судя по комментария в те легенды я про дни пол легенды чего но увидим и стал легендой как как его зовут успею актом фильме одним я нам с волом смитом все умерли он внезапно стал легенды вот видимо также тут произошло выходе смотрите вот там как гнулся корешок там что-то у меня есть подозрение что корешок здесь ребятки проклеенный они прошитый слушать ну не могу сказать либо он комбинированный либо он реально проклеены потому что ай холла да так называемый здесь намного меньше а умник то не особо толще блин интересно интересненько слушайте да он либо проклеены либо очень очень туго комбинированно прошитый то есть клея нитки смотреть как странице лежат да давайте посмотрим понише еще раз сравним как здесь ложится все мнение крышки разные смотрите сразу видно нитки он перераз книга при вас открыта была до похода росомаха прошит друзья вот к слову я сбил за смысле про самого небес ничего не сказал хорошие комиксы я считаю что очень хорошие однозначно одни из лучших про росомаху в первую очередь потому что про самахи на мой взгляд очень мало хороших комиксов прям можно пальцем в одной руке пересчитать я конечно не все читал не все читал вот не буду лицемерить но все равно я думаю что их можно почитать по пальцам одной руки из этого что можно за хорошим и это вполне себе хорошие местами неплохие местами хорошие но тут опять же вопрос к корону то есть если вам другие комиксы арона нравится в том числе и на иксах вода работы так далее то это комикс вообще для вас четко если арон вообще принципе вам противен то вообще не знаю зачем вы читаете тогда вот по рисунку здесь тоже разные чуваки но конечно вот самый толковый тут это вот если не ошибаюсь это господи акуня или всеми я их путаю дать посмотрим кто делать номер рисовал да акуня правильно сказал акуня наверное дэниел почему-то с рейса а пенни его путаю именно по фамилиям ну не знаю может я расист чертова знает не хороший хороший комикс атмосферный клевый крышок кто как-то очень неприятно удивил вот эта эпоха вот в районе экспоншизм кстати клево что контент на они пихали сюда посмотрим не врал ли amazon до экспоншизм 15 для тех кто не знает шизм это была такая лимитка но нельзя называть событием это просто именно лимитка была расколовшую людей икс перед за год наверное перед avengers vs x-men или за два шизм и вот она привела к тому что как раз арон после шизма сделал параллельно росомахи сделал был в ринн зе эксмен который уже у пм небус очень хороший комикс на мой взгляд один из лучших принципа в нулевых проект по икса и вторую писал кирон гилен анка не экспону команду циклопа а на мой взгляд более посредственно сильно но очень даже читабельную по большей степени так ну на амнипус наверно все теперь давайте сделаем так чтобы не шли во второй во второй более нудной и задротной половине я я немножко все разбавлю и замиксую попсу с не попсой буквально в двух словах еще покажу точнее двух словах а в паре кадров покажу вот финальные там последние две книжки 1 before swine в прошлой распаковке я уже про них говорил это стрипы стефана или штефана наверное стефану все-таки пастиса вот ну посмотрите прошлую распаковку это немножко про них рассказывал не будут выходить повторы клевые стрипы много буков немножко гноя сатиры политики и философии жизненной опять же мимоходом покажу еще чуть-чуть стрипов буквально одну минутку вашего времени это последние последние семь домов непорядку правда мацов собрал я всем потом может бы сделал фоточку ради интереса и для себя в том числе сколько там все получается вот это уже пошли ведь одноформат нотати стрипы современное издание которых вот тоже идет по две полосы на страницу и одна санды спешим идет воскресном таком формате прикольно кстати я не говорю просто выпуска что он такие панельки рисует они даже на сайте у него как посты продаются есть для санды фон делает именно и знак забудка у него называется но там определенный термин есть панель какая-то и комикс ну не везде но вот в частности кстати интересный момент что приводился мазон обратить внимание какие-то наклейки и у меня есть подозрение что мазон продает книжки и вот перекупленные ну короче какая-то лажа вообще потому что во первых книжки грязные amazon рвет книги часто но грязных не менять не приходили буквально один-два раза за без малого 8 лет с ними работы 9 вот поэтому тут я крайне недовольны в этот раз все приехал без пластиковый пакетик который прошлый раз были это видим была разовая акция кончились пакеты тут кстати вообще прям такое все плане цветные пестренькая это вот если ошибаюсь последний как раз был прошлогодний тоже все заляпанное amazon чё этот томик если не путаю и бэй вски был видите сильно сильно бит как бы ладно как бы ладно вот сейчас еще комикс еще раз всем посоветую на правах снимающего ролик клевые штуки посмотрите онлайн вот собираешься конечно задолбайте индус вам будет нужно почитать онлайн тоже очень хороший вариант сейчас секундочку беру мац и как обещала разбавляем все чуть-чуть попсятенькой кстати не вытаскивала буквально сегодня забрал коробку сразу что для вас на 9 ничего не распакованы вытаскивал купил гранда моррисона джелла ультрамарин корпс важный томик в контексте от общего канвы сюжетные которую я пока всю не осилил их заселю ли это вот джелла весь 2 волю читая потихоньку трейдами ну читая перечитываю там что что читал что-то не читал есть также хоть вот этот непосредственный выпуск этот выпуск он копируется он есть жила почему-то джелла на трейдах это кроссовер the wild cats wild storm русских вот ну грифтер наверно знаю все кто ген-13 ровесника читал вот остальные это вот wild cats и персонажи вот это кроссовер был на умой сына вот на в тпп шках буквально вот недавно перечитывал это все точнее этот я читал его раньше отдельно не не встречал с ним и вот ультрамарин корпс почему-то почему-то к моему удивлению я ее не увидел не в описаниях не вот когда уже получил трейды то есть вот именно это тпп шки и почему-то нету в ранее моррисона хотя прочим там нету и 1 2 простите мой английский считаешь и пиле земли 2 общем поэтому представлял не удивительно насколько я знаю комикс важно очень для вот общих морисонских супер мега мета пупер мупер бупер божественных идей поэтому я решил за до кучи но и да и стоил три бакса по ходу идеальном состоянии поэтому я думаю что вот хорошее дополнение к трейдам гранты и лиги вот эту книжечку тоже дешево купил запечатки причем даже даже забыл что она была запечатки изначально к сегодня не скрыл посмотрим это книжка марка вейда за flash the wild west как бы носа аллюзий на его семью до west west ой охранительная считаю очень надеюсь так будет потому что у харда которым я был другого flash и бёртся диск стандартного хорда там было были человечки такие флешки бегущие разные вот это прям мокрая мечта такая книжечка шикарная что вот так бы они омники оформляли я по 2 покупал все как бы предкомик сказать без углубления спойлеров можете смотрите был ран марка уэйда старые после него был ран джеффа джонса про него все наверное слышали уже я рассказывал в испаковках собирают рейды вот и потом уже позже 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 буквально уже прям на стыке наверное с они в титу ближе год не помню к сожалению может быть он здесь есть при входных данных до 7 8 год это как раз перед бро это перед получается файл края сам было вот но в общем блин близко до книгу титул уже можно сказать последний принципе на натолковый комикс про флэша не считаю того когда джонс начата все это мутить с пред преданными 52 вещами вот здесь воли west и его семейка я не знаю что про еще сказать это как раз то что сейчас будут либо окончательно откатывать либо возвращать в диссири берс линда парк и вот его детки очень клевый комикс его я его за потому что думаю что в тпб шки маркового за flash by марк уэйд они не войдут но это как бы логично потому что этот комикс он в общем-то сильно позже вышел то есть уже после джеффа джонс и проходных там филлеров поэтому не думаю что что он будет включен нас комикс клевые персонажи здоровски вообще принципе flash на она как бы не самому любимый персонаж именно воли west диссину один из двух-трех точно вот хорошая штука так дальше самое интересное оставлю напоследок немножко вот такой ерунды вы знаете давно хотел взять книжечки эти это своеобразные учебники по комиксу секвеншн арту как называют здесь выл айснер того самому книги в очень плачевном состоянии ну не очень много на плачевном были все заляпаны я вот оттирался и все прям буквально водой их уже видите видно развода царапины большие прям резаком как будто сделаны насквозь обложки видео просачиваются но это все не критично это именно такие учебные материалы я взял именно с этой целью ну для решения кругоззора для учебы потому что же в какой-то какой-то мере изучающийся рисунок и дизайн вот и думал что мне тайну рано и поздно мне дадут руки это все почитать к слову вот эта книга 1 она будет издаваться миф издательством в россии скоро наконец что очень круто я же с ней была знакома с цифрой немножко немножко потому что не могут в цифре такие вещи тяжеловато читать не метро книжки и не планшетного чтения на мой взгляд вот сколько из воды сколько толку не могу сказать опять же не все читал но вот как бы по изучая литературу по комиксам да как бы читая списки так далее вот но это такая супер-пупер классика как бы то есть маклау маклауд был сильно позже вот этого всего это опять же вот современное здание с новым апдейт материалами 2 это экспрессив анатоме про комиксы на рейтинг все не полистал ее же 10 тоже изучает анатомию позиции на комиксов упрощенная такая книжка но я думаю что это будет наименее мне интересно потому что принципе по этой теме меня книжек урочи много было бы время их читать практиковать и вот это вот очень интересная вещь сложно сказать сколько здесь полезный материал будет хотя это был я не думаю что он писал дерьмо вот и это график story telegram visual narrative то здесь именно принципы и практика вот применение применительно комиксов того чтобы ластинг нарабатывал годами мне кажется это она самая полезная книжка будет хотя и всех она не менее популярна сколько я знаю такие штуки к слову купил буквально долларов за 1718 но дима выведет волшебную плашечку любом случае при монтаже книжки плачен опять же но я купил по сути за ковер прайс одной книги да даже меньше то есть ковер прайс 23 бакс за каждую книгу я куплю по сути за меньше кого пройти все три давно на амазоне висела но вот проще было купить таком состоянии не люблю тратить на такие вещи на чисто почитать большие деньги далее вот такой комикс который я не читал что принципе для меня не супер часто не супер частый феномен в распаковках обычно я все-таки больше вожу что-то что учитано или начато хотя бы вот здесь меня заинтересовало сразу две вещи во первых как бы комикс даже три вещи 1 комикс вызвал определенный хайп до в тусовке комиксный и кстати и и и отечественные зарубежно что интересно далее комикс выпуск выпуск этот художник автор делал тенни жмите торлась универс имените и универсно очень классный выпуск один из лучших я считаю в universe леники прям очень свежим был я когда помню что то он то кто делал тот номер как бы и после того ходим искала что комикс хороший я думаю блин у креста на куплю более тот момент уже заказал камешку там акция была и этому тайлеру боссу камешку и как бы ну пришел хайпанум почитаю бумаги более зал и недорого очень интересное покрытие не могу к сожалению передать его на на видео очень интересно покрытие боюсь что будет маркая но она прям такое не знаю как будто знаете под кожу сделано хотя вроде вообще обычно совершенно такой велюрчик какой-то не за как назвать вот думаю что это прикольный комикс будет много букв какие-то полуинфографические штуки непонятные местами прикольно прикольно в общем думаю что будет интересно жаль что не могу ничего больше про него сказать но почитаю расскажу и заканчиваю распаковку обычно наконец оставляю скучные вещи чаще всего вот здесь оставил самое классное самое вкусное это проект с кикстартера если не путаю то что он и на кикстартере был но он был в рамках себе ldf это за комик за комик book legal defense fund организация которая занимается юридической защитой комиксистов и вот людей связано с комикс тусовкой это такой слип кейс изначально по транс метрополит ну как вы наверное узнали же по портрету спады же ирюсалима стоит оговорить что трансмет принципе наверно в десятки моих любимых комиксов я думаю что давно всегда останется кейс побитый приехал скорее всего же в пути побился плохая упаковка была но это все ладно книга значит как 11 грубо говоря 10 тамов больше когда было это типа 11 в таком виде выпускался на опять же через кикстартер насколько я знаю людьми сотрудничеешь сотрудничаешь ими простите или прямо как в отца самого комик-бук легал дефенса под супер обложечкой который в слов отличное состояние но ответе до логотипа хирурни шитьев кстати вот тоже участвовали фойл фольга супер уберем вот здесь другое изображение спайдера уже еще одну подписи вы знаете я если честно не за подписей брал и вот одна где по подписи были те кто собирал именно на книжку там дизайнер кажется был и вот как у продюсер данном случае выступал и по-моему который дарик робертс был блин наверное зажался просить не помню чьи подписи было просто пофигу когда покупал вот здесь подписи еще есть не могу сказать я думаю что не критично чина крайня часа узнаем выведем плашечку вам all around the world это сборник это арт-бук это не комикс это сборник иллюстрации с нереальным количеством фамилии просто нереально с выйти перед собой вот здесь 150 страниц из них 143 не считая вступление в общем около 140 это иллюстрации вот это ворнелис вступление здесь идет не вступление наверное что-то другое с ворнелис какой-то 2011 года вступление дирека робертса и кого понеслась куча 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 обложит давайте просто фамилии посмотрим ради интереса еще раз мельком назову тех кого как бы увижу и те кто не особо интересен и не ву например все кого я конкретно знаю да не брэд шоу вот маритад кстати тоже интересно потому что в арбук и акира видимо прямо партбуком прыгает челик лифчанг на не очень модный кстати блин ногу прикольно что многих я не знаю марка делай низ лиам шарп из современных джонатан луна там такие самые актуальники пара фамилии вроде встречал не помню что они рисовали пионы стэплс джеки и вудвард это особенно интересненько дэйв бочтер ныне черепаха рисующий родни рамос надо думать пум-пум-пум в общем много кого интересную чем это все мило монара здесь тоже есть к слову много чуваков которых я не знаю многие знаю замечательная иллюстрация обидел видео обзоры точнее скорее даже фото обзоры артбука и мне показалось что он очень интересный сам по себе кстати разноплановый в плане рисунков даже прикольно что есть многие многие несколько не столь популярны художники есть потому что все таки многих художник был бы интерес смотреть в контексте мира спадер жерусалима все таки есть определенные определенные стили который не подходит где кстати еще секундочку здесь по моему в формате интервью простите что так не ознакомлено выступаю но книга сегодня только приехала и я хотел поделись с вами потому что потом я не успею да здесь формате вот вопросов-ответов идут это некие ставки может быть специально не так сделано дизайн из каких регистрациями отдельными вот они видите вот раскиданы вот с насколько я понимаю на вскидочку блин много классных штук на самом деле здорово бы все поизучать люблю спадер жерусалима а вот про это издание как видите толком ничего не знаю и на ebay она вскрывая но всплывает простите очень редко может конечно я плохо слежу но я буквально видел один-два раза и обычно стоит дохренивший денег манар вот это об авторах всех кто участвовал в проекте то самый интересный момент потому что можно отсюда много выцепить плане рисунка такие оформления отбуков я люблю вот засим наверное все как обещал закончил на интересной ноте всем случае оригинальный трансмит читать хороший комикс на этом все спасибо ребят пока